На телеканале Видное ТВ новости Ленинского городского округа в студии Максим Козлов. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Руководитель муниципального отделения ассоциации председателей советов многоквартирных домов Людмила Лернов удостоена благодарности губернатора Подмосковья. Я со своими коллегами, нас было 8 человек, были отмечены благодарностью губернатора. Это дорогого стоит. В Видновской центральной библиотеке состоялась презентация книги «Азербайджан» в годы Великой Отечественной войны. Больше упор сделан на именно роль нефти, ботинской нефти, победе и промышленности СССР. Твоя формула лидерства под таким названием в Видновской школе номер 7 прошла классная встреча с предпринимателем и членом общественной палаты Российской Федерации Евгенией Дмитриевой. Помогу вот внутри не сомневаться в себе и идти вперед, не смотреть назад. Подведены итоги третьего регионального конкурса «Лучший председатель Совета многоквартирного дома Московской области». В числе лауреатов ежегодной премии три управдома из Ленинского городского округа, а руководитель муниципального отделения Ассоциации председателей Советов многоквартирных домов Людмила Лернер удостойна благодарности губернатора за большой вклад в дело защиты интересов собственников. Неудивительно, что Людмила Лернер очень часто появляется в наших новостях, ведь она занимается важным делом защиты интересов рядовых жителей округа. Она не юрист, но в юридических вопросах чувствует себя как рыба в воде, ведь она руководит Ассоциацией председателей многоквартирных домов округа. «Председатель – это обычный житель, просто он неравнодушный и готов взять на себя ответственность. Да, это, безусловно, большая общественная нагрузка. Необходимо, причем, выстроить за отношения соуправляющей компании, которая обслуживает дом, с органами местного соуправления, с ресурсоснабжающими организациями. То есть это большой ежедневный труд». На днях завершился третий региональный конкурс «Лучший председатель Совета многоквартирного дома Московской области». В нем приняли участие 250 человек из 48 муниципалитетов. Представители Ленинского городского округа приехали оттуда не с пустыми руками. «Среди победителей, номинантов, есть и наши председатели Советов домов. Это три человека. Получили четвертую премию. Это, значит, Петрова, Татьяна, она вот здесь на Радужном, председатель Совета дома, Калмыков Иван, он назавидное, и Мунасыпова Галия, она председатель Совета дома, Куперенко, 10. Ну, это отрадно, что у нас целых три победителя». Приглашение на подведение итогов конкурса для Людмилы стало сюрпризом. Оказалось, что ее тоже ждет награда. Благодарность губернатора за вклад в дело защиты интересов собственников многоквартирных домов. «Это была приятная неожиданность, когда из всех руководителей 64-х отделений, у нас чуть меньше 60 отделений, ассоциации психологических квартирных домов, в том числе я со своими коллегами, нас было 8 человек, были отмечены благодарностью губернатора. Это дорогого стоит». Но еще дороже для Людмилы Лернер – благодарность жителей, которым она ежедневно оказывает помощь в самых разных вопросах и с которыми вместе пытается сделать окружающий мир лучше. Максим Козлов, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ. В Видновской центральной библиотеке состоялась презентация книги «Азербайджан в годы Великой Отечественной войны». Уникальное издание повествует о героизме этого народа в тылу и на фронтах. Подробнее в нашем следующем сюжете. На торжественную презентацию книги под названием «Азербайджан в годы Великой Отечественной войны», которая состоялась в центральной библиотеке города Видное, собрались представители региональной национально-культурной автономии азербайджанцев Московской области и почетные гости. Мне очень приятно, что мы сегодня не забываем подвиг каждого человека и подвиг каждого народа. Хоть народ был единый, народ советский, великой страны Советского Союза, но армия была, конечно, из представителей всех национальностей и народностей, которые проживали на этой огромной территории. Как и весь советский народ, азербайджанцы в военные годы работали по принципу «все для фронта, все для победы». Основная часть книги рассказывает об огромном вкладе тружеников тыла этой республики. Это очень интересная книга, очень много там малоизвестных фактов о вкладе азербайджана в годы Великой Отечественной войны. Безусловно, для маленькой страны с населением 3 миллиона 400 тысяч человек 681 тысяч азербайджан отправили на фронт. Особое внимание в произведении уделено нефтяникам. Как известно, что более 80% горючего, которое поставлялось на фронт, было именно бакинское. Автор-составитель книги Гашим Алиев рассказывает, что в издании собрано немало интересных фактов, например, о создателе знаменитого коктейля «Молотова». «В этой книге собран и большой фактический материал, который действительно, насколько я вошел в эту тему, в основном пишут до сих пор все книги о героях Советского Союза, о азербайджанцах, о каких-то других заслугах. А здесь, в общем, больше упор сделан на именно роль нефти, бакинской нефти в победе и в промышленности СССР». В книгу также вошли документальные материалы о жизни рядовых солдат, командирах и ученых, выходцев из Азербайджана, которые помогли завоевать победу над фашистской Германией. «Я благодарна всем, нашим уважаемым ксакалам, людям, которые, собственно, сумели вот сегодня, сейчас сложить вот этот труд для того, чтобы дети наши знали, собственно, как мы жили. Мы жили в одной нашей стране. Мы не знали с вами национальностей. При этом безумно гордились. Вот я, например, из Башкирии. Кстати, ценность бакинской нефти я знаю не понаслышке». Книга «Азербайджан. В годы Великой Отечественной войны» выпущена тиражом 500 экземпляров. Познакомиться с ней можно в Видновской центральной библиотеке. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. «Твоя формула лидерства» под таким названием в Видновской школе номер 7 прошла классная встреча с предпринимателем и членом Общественной палаты Российской Федерации Евгенией Дмитриевой. Мероприятие было организовано в рамках Всероссийского движения школьников и проекта «Вдохновители». Наш корреспондент Екатерина Борисова расскажет подробнее. Существует ли универсальная формула лидерства, как открыть свой бизнес и добиться успеха, занимаясь при этом любимым делом? На эти и многие другие вопросы на встречах со школьниками отвечают вдохновители одноименного проекта федерального масштаба, который путешествует по стране с мая 2021 года. За полгода нашей работы мы уже провели 325 встреч вдохновителей с детьми. Встречи проходили в разных лагерях, в разных точках нашей страны. Видновская школа номер 7 – активный участник российского движения школьников. Здесь часто проводятся классные встречи с людьми, добившимися успеха в жизни. На этот раз старшеклассники познакомились с Евгенией Дмитриевой, спикером проекта «Вдохновители», автором глобального международного стартапа в области благотворительности. Сейчас в мире 2,8 миллиарда людей играют в мобильные игры. 74% людей говорят, что не играют, потому что убивают свое время. И мы решили этому убийству времени придать смысл и включить массово людей в благотворительность. Сейчас проект Евгении включает в себя более миллиона человек и более 80 тысяч благотворительных проектов по всему миру. Также девушка – член общественной палаты и Государственного совета Российской Федерации. На встрече она рассказала о своем пути к предпринимательству и успеху. Еще важнее передавать то самое вдохновение, показывать разные ребятам, показывать разные ролевые модели, доносить, что все возможно, надо верить в себя, надо четко уметь ставить цель, оценивать свои возможности, закрывать те навыки, которые возможно сейчас, их нету и двигаться вперед. Старшеклассники могли задать наставнику интересующие вопросы и даже подискутировать. Я всегда ищу себе такие проекты, такие задачи, что когда ты на них смотришь, тебе было сначала дико страшно. Ну что вот это состояние, что я с этим, наверное, не справлюсь. И вот, и я искала, уходила за такой задачей. Но ведь развиваться в науке – это значит развиваться для людей, а бизнес – это все же деньги. То есть зачем бы уходить из науки? Вопросов у ребят было очень много. Вовлечены в беседу оказались абсолютно все. Мне очень понравилась эта конференция, это было необычно очень. Да, я узнала очень много нового и интересного. Это действительно очень интересно. Именно для меня и для моей будущей профессии я очень много узнала нового. И мне даже как-то помогло внутри не сомневаться в себе и идти вперед, не смотреть назад. Я думаю, что это будет полезно. И судя по ответам, и судя по вопросам наших детей, они очень заинтересованы. Мы намереваемся продолжать ряд встреч со многими известными людьми, которые могут вот рассказать из своей жизни, как это на практике бывает, что нет ничего невозможного. Напоследок ребятам рассказали о том, как определить свой талант и свое место в жизни, воспитать в себе лидерские качества, четко формулировать свои цели и достигать их. Словом, встреча получилась очень информативной и полезной. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видно этого. В библиотеке поселка Развилка прошел авторский концерт. Со своими песнями перед зрителями выступили Андрей Курила и Святослав Черков. Они представили как старые произведения, так и написанные совсем недавно. Как прошел квартирник, расскажет наш корреспондент Галина Житкова. Библиотека поселка Развилка – постоянное место встреч талантливых земляков и приглашенных друзей. Вот и в преддверии новогодних праздников поэт и музыкант Юрий Балинкин организовал квартирник с участием авторов-исполнителей Андреем Курила и Святославом Черковым. Я не пишу в одном жанре, я пишу и вальсы, и пишу, и, как мне кажется, и в роке, и разные. Ну, для того, чтобы, ну, как-то не было у тебя повторений, хочется делать что-то разное. Вот я как бы учусь в каждом этом жанре в новом, осваиваю его и что-то в этом жанре делаю. Для своего выступления Андрей Курила подобрал несколько песен. Вначале представил зрителям самую первую, написанную 26 лет назад. Да, на краю я тихонько стою и не знаю, что почем, слезы льются ручьем. Святослав Черков известен поклонником не только как музыкант, но и продюсер, сценарист, режиссер, актер. Волшебный фильм был ликвидацией, в котором я сидел, какой-то переход по уровню произошел. Сергей Урсулят нашел меня в рекламе майонеза, простите, сказал, все, не надо тебе в майонезе, и снимай сегодня. Мы перешли из одной комнаты в другую, и он сказал, все, теперь будешь мне. И вот как бы этот фильм немножко сдвинул мой событийный ряд в положительную сторону. Святослав поддержал коллегу и представил свои песни как в аранжировке, так и авторской, гитарной. Зрители концерта получили незабываемые эмоции и впечатления от общения с талантливыми музыкантами и ждут новых концертов в библиотеке. Галина Житкова, Иосиф Гринберг, Максим Гришков, Елена Кошелева, Видное ТВ. Это все новости на сегодня. В студии для вас работал Максим Козлов. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!